Я много нагнетаю там разные обстановки Ты пугаешь людей Коллеги, мы сами с вами виноваты Да, тут шла вообще классный Ожидал одно, а по результату получил как всегда Клиент говорит, я не готов У вас очень дорого А можете вы мне шить шапку из одного куска? Да, я ною, блин Блин, вот загляденье Покажет идеально А может быть вообще полный трэш На этом все Короче, сегодня Давай с тобой поговорим на тему О том, что я вообще нагнетаю Ситуацию, но и в видео Рассказываю про мастеров универсалов Про узких специалистов Про то, сколько стоит ремонт О том, что не делайте ремонт сами Про фейковые сайты Говорю и так далее и тому подобное То есть я много нагнетаю там разные Обстановки, говорю людям, что ремонт Это вообще сложная тема История и так далее Для чего я вообще все это делаю Как ты думаешь? Ты пугаешь людей, Леша Да, я их пугаю Но пугаю в хорошем смысле этого слова Все кругом в интернете показывают успешный успех Красивые картинки и так далее Но по большому счету они таким образом просто воспитывают клиента Чтобы клиент хотел именно эту красивую картинку Все показывают в социальных сетях Свои идеальные узлы Порядок на объекте Знаешь, я порой смотрю блогеров, коллег Да, и вижу то, что у них на объекте Такое ощущение, как будто бы перед съемкой контента Просто проходит клининговая кампания И вылизывает весь объект Уборка комнат Да блин, да не бывает такого на стройке Стройка это стройка И всегда есть грязь Всегда есть место ошибкам Всегда есть место каким-то еще вещам И когда вот транслируется именно идеальный идеал Клиент потенциальный привыкает к этому Он приходит в эту компанию И говорит, мне нужен идеальный идеал Он покупает картинку А не готовый результат Который будет у него на объекте И когда он приходит на объект Тут получается ох У него короче такая история А здесь я увидел что-то недочета Здесь маленькая козельника Здесь стена покрашена не так А здесь у вас угол чуть-чуть кривой А здесь у меня угол не настолько острый Как я хотел бы, чтобы он был острый И так далее Начинаются переделки Вкладывание лишних денег Ресурс в это и так далее Так блин, коллеги Мы сами с вами виноваты Те, кто показывал идеальный идеал Которого в принципе не существует Понятно, что макросъемкой Там кто-то снял какой-то идеальный шовчик на кафеле Там получается идеальная затирочка и так далее Но где гарантия того, что вот этот идеальный шов И вот эта идеальная затирка Будет вообще распространена на весь объект Клиент приходит с приемкой Ремонт сделан Говорит, да, тут шовчик классный А вот там, вот там, и вот там, и вот там Он не такой, как я ожидал И тут начинается А есть госты, а есть снипы, а есть это Почему сразу же об этом не сказать, да? То, что идеального идеала не существует То есть показывая идеальный идеал Вы со стопроцентной вероятностью Не сможете его дать на всем объекте У вашего клиента А почему? А почему? Да потому что везде работают люди Это руки, и человек устал Ошибся, что-то не так сделал Да и в конце концов ты показываешь картинку На одной картинке у тебя делал один специалист А клиент заказывает у тебя ремонт А выполняет другой специалист А у него уже угол более скругленный А у этого более острый А у этого еще какая-то история И одинаково прогнозируемого качества Как на конвейере В ручной работе Да, крайне-крайне сложно Да, к этому можно стремиться Но это такие баснословные большие ресурсы Необходимо затратить на производство этого ремонта Нужно ли это лучше получить хорошее качество По разумным ценам, да Чем идеальное качество по высокой цене А еще когда говорят Да вот бесплатный вам замер Да вот вам это Вот мы супер-пупер качество даем А еще и низкая цена Клиент видеокартинки, которые кто-то стыдил с интернета, знаешь А мы с тобой снимали видос про фейковые сайты, да Также могут и натереть и картинок, и отзывов, и так далее В итоге у клиента формируют завышенные ожидания К качеству их услуги, к качеству их ремонта И так далее и тому подобное И клиента здесь не виноват Из-за того, что он потом начинает придираться, да Потому что он ожидал одно, а по результату получил как всегда То есть потому что клиент видел картинку Он видел же ваши же картинки, ваших же социальных сетях Когда у меня как раз вопрос сейчас к коллегам Хорош, хорош показывать идеальный идеал, если вы его не можете в 100% случаев делать Ты показываешь идеальный идеал? Слушай, нет, я идеальный идеал стараюсь не показывать Потому что я прекрасно понимаю, что работают разные люди Разные специалисты Я показываю то, что можно сделать 100% со 100% прогнозируемым результатом А о том, что там какие-то примыкания до микронов должны быть Вот-вот-вот-вот идеально Мебель встала, щелочка тут полмиллиметра И снизу полмиллиметра Да не может быть элементарно Даже лазером вы когда выставляете А угол, по которому идет потом примыкание к мебели Тоже может иметь погрешность У нас, как у отдела чечников, допустим, лазер имеет погрешность На миллиметр в левую сторону А у мебельщиков в правую И в итоге уже 2 миллиметра там погрешность, да И вот как это все вписать Клиент видит просто результат И потом начинаются претензии в планах приемки Качество и так далее Так мы сами это воспитываем Мы не то чтобы воспитываем Клиент, он еще раз говорю, не виноват Он изначально, он год смотрит за социальными сетями разных компаний Картинки в Пинтересте, которые вылизаны, отретушированы А хуже того, если он еще рендеры смотрит, которые фото реалистичные И хочет, чтобы было Все как на рендерах В реальности и оттенок другое Может быть каких-то материалов не такой, какой был на рендере на фото Примыкания, возможно, такие нельзя реализовать, которые были на рендере, да То есть приходится что-то по месту придумывать Какие-то технические решения сложные Много, много разных нюансов Я понимаю, что кроме меня вообще, в принципе, в интернете Да и в стройке еще там тысячи, десятки тысяч специалистов Которые выполняют данную работу И многие люди выполняют свою работу хорошо, отлично, качественно И они не показывают идеального идеала Да, вот почему у нас в последнее время Многие мои коллеги и строители вообще говорят о том Что клиент придирается, клиенту нужно высокое качество А мы уже уйдем на подготовку стен А раньше, если мы готовили там под К3, а теперь мы вынуждены К4 готовить И никто не говорит клиенту, сколько это стоит И когда человек, увидев идеальный идеал, обращается к дизайнеру Дизайнер это проектирует, обращается к нам строителям Мы ему выкатываем космический ценник Клиент говорит Я не готов, потому что у вас очень дорого Идет к тем людям, у кого очень дешево За ту картинку, которую ему нарисовал дизайнер А ничего, что, блин, ну Если хотите так, это можно Так как знаешь история о шапках А можете вы мне шить шапку из одного куска? А-2, А-3, А-4, А-5, да То есть это к вопросу о том, что невозможно что-то конкретное дорогое сделать дешево Потому что в любом случае используется хороший инструмент Используются еще какие-то вещи Меня вообще очень сильно коребит, когда мои коллеги показывают о том Вот у нас все в форме работают Чистенькие, вылизанные, даже не замаранные строители На объекте идеальный порядок, да То есть все у них упаковано У них чисто фирменный инструмент Там Хилти, не знаю, Девольт, Макита Весь дорогучий, при этом он весь идеально чистый У меня вопрос к строителям А вы вообще работаете этим инструментом? Или он у вас стоит чисто для видеосъемок, для фото и так далее Когда ты приходишь реально на объект Ты видишь у людей В пыли там, допустим, какой-то инструмент В каких-то царапках, каких-то сколах Видно сразу же, люди работают Тут стоит заказчику задуматься, да То есть вообще этим ли инструментом работают люди Если он у них идеально чистый И так далее Вообще работают ли им? Или вот это просто создание контента Создание антуража Успешной компании Успешные бригады И так далее Да, я ною, блин В видео мне многие говорят Алексей, ты последнее время ноешь Ну блин, я лучше буду рассказывать Вот о таких вот вещах Не формировать завышенные ожидания у наших заказчиков И при этом дать клиенту больше Чем я могу дать, да То есть если я говорю о том, что мы делаем вот так Вот я постараюсь сделать лучше, чем мы можем Чем показать идеальную картинку А потом обосраться И не дать того результата, который мы не можем Еще меня, знаешь, вот такое вот иногда Кореби, да Не то чтобы коребит А есть такой момент Показывают механизированную покраску Двери покрасили, стены покрасили Все покрасили, все выглядит Блин, вот заглядение Классно, красиво Но никто же не думает, что после вас Придут мебельщики Придут еще смежники Шторы вешать и так далее И вот чуть-чуть вот шоркнут Вашу стенку Идеально покрашенную Уголочек собьют Острый, идеально острый уголок И вам придется это восстанавливать И вот когда вы начинаете Все восстанавливать Идеального идеала уже нет При безвоздушной окраске Что? Чтоб ты понимал Необходимо полностью стену От угла до угла открашивать А когда у тебя уже стоит мебель и так далее Вот почему мы красим валиками Последнее время Последние несколько лет Хорошими, дорогими валиками Зачастую можно делать Локальный окрас Локальный ремонт Вот этих вот Механических повреждений После того, как отработают Смежники со стороны заказчика Это мебельщики Это текстильщики Это придут там кондиционеры Устанавливать уже внутренние блоки Либо еще какие-то вещи Да То есть идеальный идеал Можно там Показать Вот мы вот идеально Задуваем стены Ну нужно ли это? Это во-первых удорожание Да, это смотрится классно Классно Но вот эти вот косточки Потом Как? Никто же их не показывает В интернете О том, что Вот косточка Вот сарапочка Ее мы вот так вот Отполировали и так далее Нет, все возьмут телефон Снимут какой-то локальный участок Покажут идеально А то, что там Там может быть вообще полный трэш Клиенты покупают Вот эту вот Картиночку, знаешь Которую мы ему показали А не которая там была Они же не виноваты Когда мебельщики пришли Это же мебельщики поломали Нет, ну я про то, что Все же должно объясняться человеку Вот именно То, что все должно Клиенту объясняться заранее Если вы хотите Безвоздушную окраску То можете столкнуться Вот с этим, вот с этим, вот с этим Если вы хотите Покраску под валик Вот с этим, вот с этим Вот с этим Если вы хотите Эпоксидную затирку То вот с этим, с этим Цементную затирку С этим, с этим Вот именно Вот эти вот моменты Нужно объяснять А когда показываешь Идеальную картинку Результат Никто же не говорит о том Каково это в эксплуатации Можно, знаешь Придумать кучу Красивых технологий Я видел Просто когда Склеивают керама Гранит там На суперклей Там еще На какие-то вещи Друг с другом Да, то есть Внешние углы О том, как это ведет Себя двухкомпонентный состав На солнце На ярком Еще на чем-то Никто этого не показывает Потому что Да, понятно, что в стройке Ты всегда экспериментируешь Какие-то вещи И так далее Но экспериментировать Нужно С умом Паш, ты опять меня заставляешь Да, и я вот Ное-ное вот об этом Не нужно Формировать Завышенных ожиданий У клиента Блин, на примере Давай вот бургера Ты видишь В меню Красивый бургер Такой сочный Светящийся Там салатик Все капает Оттуда Откуда надо И ты берешь Реальный бургер И смотришь Блин, а что-то они Совершенно разные Да, и выглядят Совершенно По-разному Ты же не предъявляешь Претензи к бургеру А что это здесь у него Семечек Не столько-то А что вот он Вот такой Да, ну бургер Бургер съел Съел, съел Вкусный, вкусный И так далее А вот когда ты вкладываешь Миллионы рублей В ремонт У тебя ожидания Совершенно иные Да, потому что У тебя их сформировали У тебя сформировали Идеальную картинку Твоего ремонта В твоей голове Уже кто-то Заранее И ты хочешь Так как ты вкладываешь Миллионы Получить именно Тот результат Который ты Где-то увидел По поводу бургеров Наверное Не совсем удачный Пример Да, но можно Сказать о том Что бургер на картинке Это идеальная картинка Но стоит-то он дешево Да, и соответственно Он в реальности Он выглядит дешево Но когда вы Приходите в какой-то Охрененно дорогой Ресторан Там бургер Выглядит точно так же В реальности Как на картинке В меню Но и Реализация Этого бургера На всех этапах Тоже стоит Дорого То есть, соответственно Картинка Соответствует Действительности И это не может Стоить дешево Потому что сейчас У нас массово Пытаются Продать Дорогую картинку За недорого Вот как у с бургером И если хотите Чтобы это все Соответствовало Опять же Это уже к вопросу Для клиента Для потенциального Заказчика Будьте любезны Заплатить Почему Бургер Допустим В Макдаке Стоит 150 рублей 200 А в ресторане 1000 Да потому что Он соответствует Картинке Внешне Соответствует Внешне Здесь И внутренность То же самое Вот Это к вопросу Ценообразований Да опять же Многие Об этом Говорят Но мало кто Об этом Говорит на все Услышания Я наверное Один из немногих Да кто постоянно Говорит о каких-то Вот таких вот Вещах В интернете Да и Наверное Меня за это И не любят Хейтят Комментарии Про мастеров Универсалов Да ты че Да универсал Там может все Да Крутой специалист По сантехнике Тоже крутой специалист И так далее Да они Крутые Каждый В своей Теме А давай в одном Из видосов Поговорим о комментариях Которые тебе пишут Слушай да Я хочу Как-нибудь Снять видос На тему Комментариев О том Что мне вообще Пишут Как меня Хейтят Как со мной Не согласны Опять Ну почему Такая реакция А кто-то Со мной Согласен Я вот Их обобщу В какие-то Предделенные Группы Да И мы с тобой Обязательно Запишем Видео Ответы На комментарии Под Моими Видео О фейковых Сайтах О мастерах Специалистов О узконаправленных Отдельных Да Специалистов О том Что лучше Ремонт Самому Делать Не емать Компанию Тоже есть Комментарии Их последнее Время Достаточно Много И мы Об этом С тобой Обязательно Поговорим В следующих Видео Продолжение следует